Мастер-класс Ну вот, Наль, мы с тобой сделали цветочки. Я обещала тебе рассказать, куда их можно применить. Можно сделать красивый венок с их использованием. Венок можно сделать дома, взяв заготовку в специальном магазине. А можно пойти в строительный магазин, купить трубку утеплительную и сделать из неё заготовку самой. Ну, мы с тобой для удобства возьмём готовую. Она попрощнее, понадёжнее. Берём теперь белую ленту и начинаем обматывать. Получился такой венок. Теперь продолжаем выдекорировать дальше. Нам понадобится фатин. Складываем полосочку напополам, берём венок и делаем петлю. Мне вот интересно, попахивает свадебным венком то, что мы делаем. Попахивает, попахивает. Попахивает, да? Ты тоже чувствуешь. Слушай, ну это может какая-то примеса, то, что я вот делаю свадебный венок. Может, меня ждёт предложение в скором будущем. Ну, это было бы неплохо, мне кажется. Такой приятный сюрприз. Очень, очень приятный. Очень приятный. Украшаем фатином венок. Он должен получиться пышным и романтичным. Из декоративных цветов и птичек составляем композицию. Детали крепим горячим клеем. Мы закончили наш венок. Он у нас получился такой милый, романтичный. В пастельных тонах. Очень красиво. Очень оригинальная идея. Как тебе пришло это в голову? Осенило ночью. Эля будет довольна. Она будет просто в шоке. Такой же венок можно сделать в новогодней тематике. Используя шишечки, веточки, ёлочки, бусинки. Хорошие. Добавить блёсток и тоже будет красиво. Хорошие. Ты можешь ей подарить на Новый год свой хендмейт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова